Всем привет! Вы на канале правильный выбор. Сегодня мы рассмотрим монитор от компании Asus MX279H. Все ссылки на актуальные цены будут в описании к этому видео. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видео. А если вы еще и подпишетесь на канал, то будет просто замечательно. Диагональ экрана 27 дюймов, разрешение 1920 на 1080, соотношение сторон 16 к 9. Время отклика GTG 5 мс. Подсветка WLED, матрица AH-IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 30-80 Гц. Благодаря ЖК-панели, изготовленной по технологии AH-IPS, монитор может похвастать большими углами обзора на уровне 178 градусов, как по горизонтали, так и по вертикали. Благодаря этому изображение практически не претерпевает каких-либо искажений цветопередачи при изменении угла, при котором пользователь смотрит на экран. Помимо улучшенной цветопередачи ЖК-панели данного типа могут похвастать превосходной энергоэффективностью. Модель обладает оригинальным безрамочным дизайном и высококачественной ЖК-панелью, изготовленной по технологии AH-IPS. Ее мультимедийные возможности расширяет встроенная аудиосистема от Olufsen Ice Power с технологией Asus Sonic Master. Монитор обладает тонким корпусом и очень узкой рамкой вокруг экрана. Дополнительную элегантность и безупречную устойчивость им придает круглая подставка. Размеры монитора с подставкой 62 см в ширину, 44 см в высоту, толщина 23 см, вес 5,2 кг, цвет черный. Технология TraceFree снижает среднее время отклика ЖК-матрицы всего лишь до 5 мс при переключении между полутонами. Поэтому при просмотре видео и в динамичных играх не будут заметны визуальные артефакты в виде темных шлейфов за движущимися объектами. Технология ASCR, ASUS Smart Contrast Ratio, служит для автоматического изменения яркости подсветки в соответствии с характером текущего изображения. Она позволяет добиться высокой контрастности на уровне 80 миллионов к одному и будет особенно полезной при просмотре фильмов. Максимальная же яркость этого монитора составляет 250 кд на квадратный метр. ASUS QuickFit представляет собой виртуальную линейку, которую можно отобразить на экране нажатием горячей клавиши, чтобы понять, насколько изображение соответствует тому или иному формату, не распечатывая его на бумаге. Есть встроенные динамики, мощность 6 Вт, 2 по 3 Вт динамика. В мониторе реализована разработанная специалистами ASUS & Bank & Olufsen IcePower технология Sonic Master, представляющая собой комплекс аппаратных и программных средств улучшения качества звука. Поскольку монитор обладает чрезвычайно тонким корпусом, реализовать в нем встроенную аудиосистему было непросто. Тем не менее, у этой модели имеются 32-мм динамики и резонатор объемом до 100 кубических сантиметров, обеспечивающий высокую громкость и мощное воспроизведение низких частот. Монитор поддерживает разрешение Full HD и может подключаться к источнику видеосигнала как по цифровому HDMI, так и по аналоговому D-Sub интерфейсу, что обеспечивает совместимость с разными устройствами, включая плееры Blu-ray, игровые консоли, цифровые камеры и т.д. В данной модели предусмотрено несколько разъемов, один D-Sub, два HDMI 1.4, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, один аудиоввод 3,5 мм. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которую я нашел в интернете, и сначала я расскажу вам, на что жалуется обладатель этого монитора. Звук в колонках ужасный, подгонка корпуса, на правой стороне на 0,5 мм не подогнаны края рамки. Слишком яркая заводская настройка цвета, глазам совершенно непривычно с такой яркостью работать. Не очень удобная навигация по меню, нет поворота на 90 градусов, нет разъемов DVI, DP, USB, крупный пиксель, нет крепления под кронштейн, отсутствует регулировка по высоте. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Хорошее время отклика, в комплекте кабель DVI HDMI, тонкий и легкий, хорошая устойчивость, не трясется. Отличные углы обзора, не замечен шим, матовая пленка, неплохое качество сборки, удобная и понятная панель управления. Возможно, вы станете владельцем этого монитора, в комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку, надеюсь я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!